Юша, ну что, едем? Да, вперёд. А может повернём вот там, где был поворот направо? Но это не роща будет, но тоже какой-то лес. Там речка, давай. Так как тут узкая дорога и негде оставить машину, мы решили проделать себе небольшой такой карманчик. Сейчас мы сюда парканём, постараемся машину. И пойдём уже гулять. Вот так у нас передвигается собачка в машине. Её, наверное, не видно на камеру. Вот, тут ближе уже видно, глазки такие. Барсик. Сейчас пойдём. За 20 минут ни одной машины. Собачка плачет. Собачка хочет бегать по лесу. И скакать, и смотреть, что там делает Ксюша. Что делает Ксюша? Барсик, что делает Ксюша? Ямку копает. Ты хочешь помочь? Ты тоже любишь копать ямки, да? Я знаю, шипер, ты любишь. Ещё больше ты любишь находить в этих ямках мышей. И есть потом их. Да, я знаю, знаю. Да, да, так всё и будет. Ты найдёшь мышь. И всё. И мыши будет конец. Ну чё, можно уже попробовать. Сюда мы заедем. Да. Всё, давай. Всё, хорош, нормально. Давай ещё вперёд. И всё. Вот, освободили полностью полосу. Теперь всем будет удобно проезжать. Всё, вот так у нас получилось приплаковаться. Никому не мешаем. КОНЕЦ, СИГНАЛ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что давайте будем все готовиться морально к тому, что этот год будет супер комариной и вообще насекомых до хрена будет. А самое стрёмное, что клещи будут, блин, мы их ненавидим. В том году было очень много, очень много снимали с собачки клещей. За лето, наверное. Сколько мы за лето сняли, Ксюша? Да нереальное количество. Ну штук 12 где-то, да? Да, может больше. Это с учётом обработки. Это вот с учётом обработки. Мы постоянно брался, капшикали, меняли средства, тестировали. И всё равно 12 клещей. Даже больше, вон Ксюша говорит. Ну, больше 12. Вот так обычно и проходят наши прогулки. Мы там ковыляем где-то далеко позади. Собачка уже давно прибежала на нашу точку назначения и вернулась к нам назад. Раз 5. Так вот и ходим. Ну вот мы хотим выйти сейчас к речке Рощенко. Вот в ту сторону нам. Главное не терять собачку из вида и следить за ней. Потому что она может сама далеко убежать и уже нас не найти. Балта! Шипер! Балта! Он вообще вот там. Мы смотрели вообще не в ту сторону. Вот. Ну хорошо слышит. Тут ещё сейчас ветер сильный. И если он ещё чуть дальше убежит, он нас может уже и не услышать. Да, Шипер? Поэтому голодный Шипер корм. Поэтому стимулируем его постоянно, чтобы он прибегал кормом. Вот он прибежал, мы его покормили. Ну, не значит, что мы его не кормим. Он всё покушал утром нормально. Просто дополнительная похвала за то, что возвращается. Он у нас и так возвращается. Он не любит убегать один очень далеко. Но иногда он сам, того не замечая, может убежать слишком далеко. Если погонится за кем-нибудь. Или запах чей-нибудь почует. Очень резкий, острый. Начинает убегать. Потом он искренне хочет вернуться к нам. И уже не понимает, блин, откуда он прибежал. Потому что бежит в полной агонии. Не думает и не запоминает. Потом, когда нужно бежать назад, думает, блин, а где я вообще? Куда бежать? Где мои хозяева? Я собачка. Не знаю, где я. О, вот нашли такую штуку. Это лучше не подходить от обрыва, потому что... Это же бетонная плита, да? И проем дверной. Вот тут. Так. Ёпас. Балтик сейчас, да. Балтику вообще великолепно сейчас ходить по лесу. Он даже не по тропинке. В этом снегу не проваливается. Вот. Вот так это выглядит. Он иногда только разбивает наст. Но это ему вообще не мешает. Так, Ксюша, вот сейчас будет, конечно, жесть. Такая, будто танцуешь яблоньку. Я, кстати, так не проваливаюсь. Вижу. Вот. Я там так же провалился. Собачка, сбегай там, посмотри. Доложи обстановку. Блин, блин. Вот это фитнес. Балта! Молодец. Молодец. Ну, вот так отзывается пока. Потому что еду дают. Не, ну, без еды он тоже приходит. Вот мы вот тут. Нам надо вот сюда к реке. На самом деле это много идти. Ну, так кажется. Да, это метров 200. 50, 100. Ну, 150 где-то. Минут 10, 15. Минут 5, 10, 5. 4, 5. 10, 5 утра. Лыжня выйдет в итоге. Ну, она, конечно, крюк делает. Мы лыжню не ломаем. Хотя нет, ломаем. Ну, блин, сейчас уже никто не катается на лыжах. Честно. Она очень давно заброшена. И это не то, чтобы лыжня, по которой едет, блин, все село лыжников. Это кто-то один эксавагантный лыжник-турист проложил здесь такой интересный маршрут дикий. И все, и больше сюда не возвращался. Так, тут что-то интересное. Блин, я не туда пошел. Не иди за мной. Да епа-досете. Я Иисус. Наблюдал. Ну, давай. Сзади кажется, что ты Иисус с топором. Ну, ты что, что-то, смотри. Тоже, да, какое-то сооружение. Сейчас посмотрим. Да. Тут прям вот. Какие-то трубы торчат, смотри. И медведь спит. И медведь спит. Класс. Сейчас вот тут мы можем спуститься, и там уже будет проще. Просто здесь спуск. Все равно проваливаемся. Вот так это выглядит. Да, я здесь сейчас тем более провалюсь. Секс, Суша, провалилась. Сейчас надо очень много снега уже в ботинках. Вот поэтому надо GoPro. Потому что хочется снимать больше экшена. Вот я сейчас снимаю такой экшен на камеру. Просто на камеру. Как бы я ее сейчас решил использовать как GoPro, не выключать. Ну, естественно, она у меня на шее висит. И снимает горизонт, небо. Все что захочет. Вот сейчас мы реально движемся к реке. 100 метров осталось. То есть я вот сейчас иду. Я сделал где-то... Ой! Ксюша! Это вот так ты бесишься, да? Когда тебе осталось 100 метров, ты хочешь быстрее попасть к месту. Стормотила нас. Я так волос. Потому что сейчас придется напрягивать ботинки. Так, тут есть какая-то тропинка. Но это самовнушение. Это не тропинка. Это так просто снег расставил. Ребятки! Опа! Это обманчивое ощущение. Того, что здесь утрамбованы. Я, кстати, теперь понял, зачем на сапогах вот эти штучки желтые. Вот прямой кружку дали. Да! Я сейчас благодаря им и освободился. Сейчас вообще выйдем. Вырулим. Что мы по льду не ходили? Всю зиму этим занимаемся. Вот речка. Так, вот. Речка Рощенко. У них на жопу и свежий бобер. Свежий бобер. Бобер только что-то. Бобер. Вот. Сожрала. Так, ну что, пойдем туда. Вот таких мест надо избегать. Мне кажется, даже здесь можно перейти. Как обычно Ксюша шутит. Типа, если собачку лед выдерживает, значит и нас лед тоже выдерживает. Сейчас я хочу телефон. Я хочу телефон в верхний карман положить. Слушай, а смотри, какая фотка. Под нас там есть лед. Да? Да. Лед есть вроде бы. Балта, уйди оттуда, пожалуйста. Я не могу на это смотреть. Шипенка, она с течением. Ты не выплывешь. Ты, блин, поймаешь сначала эйфорию, что ты поплавать можешь, а потом, блин, нафигеешь. Да, вот я вот этот момент. Ну, я там провалился. Вообще нормально. Ну, собачка сейчас будет себя проверять на прочности. Она сейчас дальше, дальше. В итоге она сейчас по течению поплывет. Угу. Здравствуйте. Я ваша тетя. А что злиться-то? Шипенка. Жирная. 6 килограмм. 7,5. 7,5. Это как для человека, как зашипенка, 620. Что я сказал? Хотел сказать, что я дать, я сказал, что 12. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Хрен знает, где мы. Мы вышли в садоводство, шли долго по лесу, проваливались по колено, почти каждый шаг под маст. Сейчас вышли наконец-то на дорогу садоводства, сейчас по ней мы выйдем на главную дорогу. Долго-долго идти в машине. Не так долго, на самом деле. Очень долго, на самом деле. Он просто совсем не знает, что такое карта. Ну что, отходим? Давай думай. Ну вот, теперь мы дошли и до традиционного входа. Играет музыка. 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 Копай-копай-копай-копай Помощник Ну вот, наконец-то откопались и нас дурнул Вот, куда я крючился, вот мои следы, блин, откапывал А у того колеса, смотри, вообще зацепа не было Вот такой жесткач Балтик, перестань выйти, всё Субтитры сделал DimaTorzok